Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, поведу на и грешу. Да, аминь. Вопросы, пожалуйста. Инатий Тихонович, вот, к сожалению, нам на Боготворожениях очень редко, да почти никогда не рассказывают о канонах принятых Святой Церковью, на Вселенских Соборах. Но вот один из канонов гласит, чтобы священники проповедовали Священное Писание и толковали его так, как понимали святые отцы. Шестой Вселенский Собор, девятнадцатое правило. А вот почему все-таки отцы наши святые решили, что понимать Евангелие нужно так, как понимали они, а не прямо, как это считается порой из текстов. Допустим, написано, Господь сказал, если тебя соблазняет твой глаз, то вырви его, и получше войти в Царство Небесно с одним глазом, чем в ад с обеими глазами. Вот некоторые истории свидетельств все-таки понимали буквально слова Спасителя, и это приводило к плачевным результатам. И все-таки, почему нужно понимать Святое Писание по толкованию святых отцов, а не самому лично понимать это? А так Бог установил, мы читаем об этом в первом послании к Коринфянам 12, 28, и дальше в послании к Ефесянам, Господь говорит через апостола Павла, и одних поставил апостолами, вторых пророками, третьих учителями. Я когда беседую с разными еретиками, а они скрылись, еретики под названием «Деноминация конфессии», нет этих слов, это хитрый сатана придумал слова такие, слово «Ересь» нигде они не упоминают. А какой ты конфессии? Я буду выразить правильный вопрос. Какой ты ереси? Или к церкви? Есть церковь, и остальное все ереси. А церковь там, где есть рукоположные священцы от апостольских времен. Католицизм, православие, григорино-армянская апостоличная церковь, сирицы, апиопы. Все. Копская, сирская. Вот это пять. Кстати, Бог поставил так. Господь сам сказал плечи боевые, все, не оттолковал. И говорит, поле, дальше и говорит, что это поле означает, что означает сорняки, что пшеница, жатва-кончина века. А зачем толкуется? Чтобы знали, не перетолковывали. А иные не толкованы, слова Павлова, их надо толковать было. Поэтому в толкованиях, нам знаем, многие погибли, начиная толковать от себя. Они не были поставлены. Для толкования правильного, необходимо одно условие, первое. А остальное меньше, чтобы твое толкование не противоречило ни одному месту Библии. 77 книг с не каноническими. Ни одному. А вот о тысячелетнем царстве они начинают. Будет когда-то тысячелетнее царство, а до этого, значит, праведники на небо вознесутся, грешники останутся. Я говорю, жатва-кончина века. И пшеницы, и плевелы растут до жатвы вместе. Как вы можете раньше на небо отправить? Такие глаза делают испуганные, как у свиньи, у которой нож под горлом. Да как так? Ну, написано. Жатва-кончина века. А у вас за тысячу лет до пришествия Христа, вы уже праведника в пшеницу вырвали, плевелы остались. А притча говорит, прежде соберите плевелы. У вас вот так все получилось. Прежде плевелы, а вы прежде пшеницу собрали. Тысячелетнее царство хелиазму. А то лживое учение придумали здесь. Тысячелетнее царство началось на Голлопе. Когда Господь лишил силы имеющих державу смерти, то есть дьявола. Евреям 24. Поэтому толкование святыми отцами положило предел лжеумствования. Так написано. А ты как думаешь, он баптист собирается, а ты как Ваня думаешь, а ты как Маня думаешь? Сколько голов, столько умов. А прочитал только одно Евангелие и то не понял. Святые отцы на соборах решали. И Иоанн Златоуст принят как лучший толкователь, как проповедник покаяния. Вот я его начитывал, все 12 томов, они у меня на нашем сайте стоят. Любой может зайти и найти православный библейский сайт во сети Библии. И там звук видео на первой странице, открыли в него и откроешь. И Златоуст. И там первый том, второй, третий. И там цифры 1, 2, 3. 1, 2, 3 это дорожки. Теперь они файлы называются. Каждая цифирка одна. 2 часа 5 минут. 2 часа 5 минут. А во что это выйдет? Ну, посчитай один раз. А 365 часов надо тебе. Там общее есть. Библия 96,5 и 40 минут. Архипелаг ГУЛАГ 80. Я читал едино, с толком, с выражением, с расстановкой, как Грибоедов пишет. А вот бестолкование появилось, когда все стали толковать по-своему Библию, которая места с Библией не сходится совсем. Они их отбросили, эти книги. 11 книг Библии. Ну, как они всегда были в Библии. А они апокрифические никогда не были. А апокрифы – это подложное. А это не канонические, не вошли в канон. В канон еврейский. А почему не вошли? Не были найдены. А теперь Серахат найдено, Даниила, две главы. То есть уже многое найдено. Вот мы считаем, 4 глава Диания оттолкует там Бытие. 5-е – Псалтырь. 6-е – Матфея. По порядку 7-е – Иоанна. 8-е – 9-е – Диания. Апостол Павел. Растолкован Иоанном Златоустом. Баптисты иногда говорят, да что по-вашему дороже? Толкование или Библия? Ну интересно как, толкование или Библия? Вы скажите, что нам дороже – фундамент один или дом с крышей, стоящий на этом фундаменте? А вы говорите, что дороже – фундамент или дом без фундамента? Ну понимаете? Толкование-то на что? На Библию. Вы скажите так, спросите, что лучше иметь Библию прямо как написано или как есть написано вместе с толкованием святых отцов? Вот как надо спрашивать-то. А у них, они невежды, ужасные невежды. Им главное – самость. Смирения вообще нет перед святыми отцами. И вот я сейчас скажу. Володя вчера у нас пек хлеб. Какой Володя? И где пек? Какой хлеб? Из чего? Нужно расстолковать. Пащенко Владимир Александрович. Поселки Потеряевка. Была паспурная погода. Все занимались своими делами. После того, как... Позавчера, кажется, делал это. Вот. Он сделал то-то, то-то, то-то. Мука такая-то, взятая, полученная там-то. На нее есть сертификат. Пек в русской печи, которую сделал Лапкин Игнатий. Это находилось... Я не знаю, номер какой дом это этот? Пятнадцатый? Пятнадцатый. 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 Пятнадцатый? Пятнадцатый. Но имени Марии Лапкина это одно из... Так. Зарегистрировано в возделах везде. Моей матери. Мать-городия. Жена и Марина Отечественной войны. Три брата родные погибли напротив. Здесь она жила, сюда возвратилась и тут умерла и покоится. И ее именем названа эта улица. Я пояснил маленько? Да. Теперь я говорю. Мы сели завтракать сегодня, тринадцатого сентября. И я во время завтрака обжег себе губы хлебом, который пьет Володя. Позвольте, так его позачара. То есть нужно толкование. Обжег. Прямо обжег губы хлебом. Да не может быть. Может. Как? Очень просто. Варят картошку у нас мелкоенькую такую. Воду не сливать. Она отстоится маленько. Картошка замытая. Володя принес и говорит, горячее налил. Дальше. Мне нужно корочки размочить. А если мягкие, то мне трудно сживать. Понимаешь, сколько надо этим? Мне. Я говорю. Я не называю себя и говорю. Ел один человек, не обо мне речь идет как бы, сидел здесь за столом и хлеб обмакнул в эту горячую воду. Отсюда вывод кафе. Почему он обмакнул? Зачем обмакнул? Опытный человек, юрист, он скажет, значит нет у него зубов, он его размачивал. А нет зубов, почему? Или он родился без зубов, или дожил уже, когда зубы выпали пожилого возраста. Или больные, там, и что-то такое, что ему надо мягкое. Вот они уже начинают сужать круг поиска. А это как раз обо мне речь идет. И дальше. Он говорил, я не подумал, она впитала горячую воду, и я только взял и сразу ругал уже хлебом. А я не толковал. Толкование показалось, хлеб опущенный в воду, горячую, картопельную. В этом доме, понимаешь, сколько надо? Теперь картина стала ясная. А так непонятно, кто обжег, где, когда хлеб пьется. Узнали, что на два дня раньше, и как это тут? Куда? Тут вот сколько толкований. А когда сказано, что именно из-за зубов, теперь они говорят, это у него зубы в детстве не выросли. Другой говорит, это зубы варенодрахи выбили. Это уже отдельная секта. Дальше. Вот каждому хочется быть по-моему. Я говорю, что такое душа? Душа? Ну, это вот в человеке там что-то такое, а оно отдельное. Человек умирает, а душа идет. Я говорю, и все? Ну да. А другое толкование? Нет. Я говорю, 28 толкований. И все правильные. Душа – это вторая субстанция, которая оживотворяет душу. И вдохнул дух. Иногда душа называется духом. Увидел под жертвеликом 9.6.9 откровение Иоанна Богослова. Души, убитые за свидетельством. Души. А теперь послание к евреям. Павел говорит, приступили к духам праведних, от достигших. Души, а тут к духам. А теперь Яков говорит, считаем книги бытия. Яков прибыл, и с ним 75 душ. Там, как примерно сказать, да хоть и что, души, на блюдах сидели, нет. Отдается предпочтению высшему. Душа – это высшее. Невидимое. Видимое временное – это тело. Невидимая душа – вечная. И душой называется человек вместе с телом. А у него семья, говорит, 10 душ. Так принято говорить. А еще душа его прилепилась к дине. Симор, там, считаем. Ну и как прилепилась? Как пластилин к стеклу или как? Как она прилепилась к нему? Душа вышла из тела и приклеилась. Это означает – полюбил. Душа моя изнемогает во мне. Что именно? И вот все это надо истолковать. И святые истолковали. Георгий Кирицкий, он толкует Ветхий Завет в ногу. У Иоанна Затонусна сохранилась на сегодняшний день 12 томов. И лучший толкователь – вот. А у него самое лучшее – пятый том. Толкование псалтыри. Это наивысшее, что достигнуто в христианстве. И при том псалмы, как они сохранились. То есть, как сохранились псалмы, и на сохраненные псалмы 150 сохранившееся толкование. Многое пропало. Вот теперь мы видим. А когда просчитал я, толковать ничего не надо. Зачем? Толкование объединяет. Мы все одни. Одинаково. Секты все время рождаются. А почему? А у православных видов, я говорю, баптистов видов есть? Нету. А зачем родились адвентисты седьмого дня? Ну, они воскресенье, место субботы празднуют. И надо отделяться из-за этого. Ну, празднуем, но находимся вместе. А от адвентистов еще святой отстаток называется. Последних дней. Дальше. Свидетели Иеговы. Они не верят в душу совсем. Души нет у человека. Понимаете? А они одинаковые? Там разделяются и разделяются. Я не знаю, насколько точно, но говорят, 21 тысяча толкований. То есть сект, ереси и разные. А с толкованием, как ни хути, по политическим только мотивам, по разным таким, всего 5. 5,21 тысяча. Разница большая. Большая. Поэтому эти, которые, вот, 5 приезжают эпиопу, у нас поют католики, там, с патриархом, с папой. Встречаются с франциском и прочее. И благословение патриарх берет. То есть он его признает. Я благословляюсь у священника, буксенца. Еще я сделал не так. Хватились все. Все католичные. Посмотри, с Украины священники прутые, прутые, бритые, толстопузые, некрещеные, моченые там, или сбрызганные на них только. Ленивые. Украина все заполнила у нас здесь. Попы. Один священник у нас был, говорит, с нашей деревни, говорит, деревня, 75 священников. 75. И все в России. Не работают. Не работают, называется. Не будет. Вот прислали здесь одного у нас, в епархии, рядом. И мы как бы к его епархии должны были возноситься. Лютый волк. Лютые волчары. Только пришел всех священников под запрет. Кто будет с нами знать. Они приезжали с нашим митрополитом и ничего нельзя сделать. Вот как. Поэтому толкование, оно необходимо, заложено. Самим Христом в толковании притч. И до иных посадов, третьих. Я спрашиваю Баптиста. Есть толкователь? А зачем? Дух Святой открывает. А почему тебе так? Вот за мной в скамейке сидите и понимаете по-разному. Я буду брать подряд. И вы ни одного места одинаково почти ни одного не понимаете. Вот. Красота у женщины. Там как золотое колесо в носу из серии. Это глупые женщины, безрассудные. Да. Ну и что? Ну кто такая? Давай толкуй. А теперь я говорю, смотрите. Явится на небе знамение Сына Человеческого. Что это такое? Ну Христос. Знамение. И тогда устрите Сына Человеческого. За Ним. Как за Ним? Ну написано И тогда. Сначала знамение увидим, а потом ни один еще не истолковал. А его толковать не надо за голос говорить. Крест животворящий, который ярче солнца в тысячу крат. И три причины, по которым явится. Ободрить воскресших святых, навести страх на гонителя и для славы Божьей. Вот как. Поэтому толкование знать. Толкование это предание церковное. Это 300 примерно томов. Патрология менее. 300 томов. Вот 12 томов Златоуста, 6 томов Игре Василия, Василия Великого. Там Добротолюбие 5 томов. Кто считал? Кто все просчитал? Я ни одного не встретил еще и я не просчитал. Почему нет книг этих? А они есть, то их не дают. Блаженный Иероний, умерший в 420 году, в свое время написал книгу, или брошюру, или трактат, назовем он, «Радственность и священство». Это буквально сотрясло христианский мир. Язычники везде переписывали трактаты, показывали, вот куда вы зовете, вот кто вы, вот какие вы, крохоборы. Только мамой не служите. Между собой грызетесь, как собаки. От него друзья отвернулись. Что ты сделал? Ты раздел мать церкви. Какую мать? Она мне родила. Мне мать та, которая родила меня. Для меня матерью является Слово Божие, а я от него родился. От живого и бленного. Патриархия мне матерью никогда не была. Для меня она была злой мальчик, а она гнобила и гнобила меня 50 лет. Полвека. Но сейчас все заглохло благодаря местному митрополиту. Но его уберут, думаю, опять возобновится то же самое. А один погасил все, сейчас нигде еще нету. Вот удивительное дело. Поэтому толкование нужно задать. Все, Сын твой, Богородица, сказал Христос. Я готов столкуюсь, Сын. Это означает, что второй Я, друг мой, это второй Я. Это так здорово, так понятно. Враг человек сделал это. Я в это время мылся, пена была на руках. Враг человек сделал. А почему не враг змей? Я только понял. Я на крысу вышел, охота кому-то сказать, никого нигде нету. Вот маленькое что-то Господь откроет, и душа трепещет. Поэтому, вот приезжают к нам баптисты, я говорю, а вы признаете Библию? Конечно. А почему они не канонические и не признаете апокрифы? Я говорю, апостольское 85-е правило. Святые отцы установили канон и не канонические книги там, а вы их отбросили. Православные, католики, другие там, за 2000 лет не издали ни одного экземпляра Библии, да из неканонических. Сектанты и еретики не издали ни одного экземпляра с неканоническими вместе. Это большая разница, с 11 книг. Вот и все. Почему? А это каноны, это и нестолкования. Вот такие это книги, божественные. 6-й Вселенский Собор, 19-е правило говорит, не иначе толковать, как истолковали святые отцы. Я понял, надо садиться, серьезно заниматься. И нашел это у блаженного филакта. И сейчас я не помню где. Ну, где-то у Матфея, это 4-й главе, остановились. Остановил, нет, остановился. Потому что мы были в это время в Литве, в Плайпене, на ремонт наш корабль ушел, и меня отправили с ним. А теперь мы уходим оттуда, а у меня нету. Кому я ходил, старобрядцы беспоповцы там были. И нашел это толкование только в Новосибирске. И дальше начал конспектировать. И в университетах везде вел занятия только по блаженному филакту. Он толкует от Матфея до Евреев. Откровения он не трогает. И берет всех святых отцов, но главное предпочтение отдает Иоанну Златоусту. Я никогда не думал, что у меня будет экземпляр полностью, везде еще и с откровением. Да не один, а тысячи. Я понесу по всему миру. И что там будут иллюстрации? С иллюстрациями я была. Иллюстрации раскрашенные, 230 иллюстрации Гестава Даре, это вообще не выслежишь. А теперь каждый может держать в руках, которые знают нас, могут переиздать. Вот любовь сделала так, что о чем я не думал даже не слово мечтать, а предполагать. Слово мечтать это не хорошее слово. А теперь у меня это есть. Слава Богу за все. Слава Богу за все. Все. Вот почему толкование нужно иметь, нужно знать, но и его проверять, не противоречит ли оно другими местами. И для этого ты Библию должен знать на зубок. Поэтому не случайно я сегодня ранее узнал, что означает сосуд для чистого потребления, почетного, и сосуд для низкого потребления. Я подумал, что сосуд для низкого потребления, это какой-нибудь прощелый оговор, бандюга, разбойник, который по-божему попущен, нападает на грешников. Нет, там в доме Божьем написано. В доме Божьем сосуды эти. А в доме Божьем 53 есть. А в доме у нас разные сосуды. Вот здесь вот хлеб хранится. Там в ведро стоит ночной горшок, ночная ваза. Она необходима. Ребенку поставить, не будешь ты его таскать. Вот такое дело. Кто в каком звании призван, в том звании и служит. Раб ты, служи как раб. Свободный, служи как свободный. Господин как господи, начальник как начальник. То есть, исполняешь свою миссию, которую тебе Господь дал на этой земле. Я как-то стихотворение написалось такое. Каким бы я хотел быть сосудом в доме Божьем. В доме Божьем. Ну, в доме Божьем это Вселенская Церковь. А в своем доме. Я хотел бы быть у любимой подушкой, простыми. Я все показываю. Как послужить любимому человеку. То есть, укрыть, одеть и все проще. Желание. Пожалуйста, без этого трудно обойтись. Обыкновенная, закопченная кастрюля. А без нее мы ничего не сварим. Вот она стоит. А есть такая, которая чистая. Только на стол можно ставить, но на огонь уже не поставишь. Даже спросить, вот какое животное самое важное для человека. Вот кошка лежит, вон она. Вчера у меня в комнате Буста. Она запрыгивает, где я сижу у компьютера. А потом рядом шкаф. Прыжок, и она на шкафу. Ну и лежит. И ну вчера грохот такой. Она оттуда кубарем подсхватилась, скинулась. То есть лежала, спала и услышала, что где-то здесь за компьютера мышка пробежала. Какой же слух у них. Нюх у них плохой, а слух отличный. Ну я давай книги разбегать, потому что мы уже ничего не нашли. А ей год, год всего с чем-то там где-то. Вот собака охраняет. Как бы не собака, значит, неизвестно, что с нами бы было. Но в хозяйстве у меня есть такое пестопение. Бог создал много хороших, но корового дворя начальник. Слышали? Нет. Виктор Николаевич поет. Там все о корове. В священном, в Египте, тысячелетия счастливился там священным животным. Поклонялись, маялись, как и рвотно. Ну, а теперь Бог лежит убитый. Почему? Потому что только раздвоенная копыта, жвачка, а это египетская. Дано было Моисей, чтобы они не боялись коров, как в Индии. Кололи и ели. А теперь их Бог убитый. Они стали понять, что это не Бог. От Бога отвратить. А с меня она ничем не хуже. И мясо у нее. Ну, у нее есть жвачки. Бог определил, как и где. И когда мы это прочитаем, мы увидим, без лошади прожили. На корове можно возить. Без кошки, ну, как-то гонять там, что-то наложить. А без коровы никак. Ее называют корнилица. Нет, корова начальника. У кого корова была, все выжили. Ее с травмой молоко мешает, замерзшая там картошка с пнями гнилыми. Березовым пни, которые с гнила растолковали, молоком полили, репетички все сытые. А от лошади не возьмешь. На ней только воевать. Не будет лошади, мировая история пошла бы по-другому. Не было бы этого мирового похода Александра Макидонского, Невского, никого бы ничего не было. Для войны, для перевозки. Вот когда нам сказали, скажи, ты знаешь, что такое лошадь? Нет, я не видел. Ну вот давай, я тебе буду задавать, какие задания касаются. Пиши. Первое, что нужно животное, о машинах-то никто и не говорил, там бензовоза не было. Такое животное, которое бы легко приручалось, он пишет, легко приручалось. И чтобы на крик отзывалось. Дальше. Чтобы на нем можно было возить. Он был сильный, во много раз тяжести своей больше не зла. Так. И на нем можно было верхом ездить, не одному, а двоим. Мало того, чтобы было смело-смело в битву, в огонь она бросалась, это животное. Вот. Можно было труском ехать, можно галю-алюром скакать. Ну и все данные. И он бы стал, ну вот она спина, должна быть прогнутая, нарисовал бы так. Теперь. В горах у нее будут какой-то стачиваться, чтобы можно было прибивать железные подковы. Но она, точнее, не раздвоенная. Он рисует сплошное, какое копыто. Ну и дальше все остальное. Чтобы хвост был вот такой, и с хвостом там что делать. Чтобы это была такая грива, чтобы падая мог уцепиться и удержаться. И человек не видал коня, и нарисовал коня. Он не видал никогда. И получился конь настоящий. Этого не видел, нет. Ну вот и шея я показал, как шея у него здесь должна быть такой пухой, чтобы упираться, можно было запречь. Наверху у него, это позвонки у него должны быть вот такие. А он не знал, как его, грамотный человек. Вот и все. Теперь я говорю. Ты собаку видел, когда ты из гор спустился? Собак, а что это такое? Ну ладно. Нужно такое животное, которое бы привязано было к хозяину. И домашним его. Было сильное, быстрое. Само могло догнать волка и задушить его. От волков отбить. Могло охранять стада. Ночью подать. И чтобы голос был у него такой звущий. Кошка-то пикает, ее не видно. Еще. А чтобы такое было. Ау, ау. А там гав-гав там или как. Это мы говорим гав-гав. А у других-то народа, там по-другому. Петух-то везде кукарекает. Кукареку. Я спрашиваю единец, а как он пишет? Это Петерика. Да где-то Петерика. А я спрашиваю немцы, а у вас петух поет? Поет. А как? Кокера. Да где Кокера-то нашли? Ну так. Мы говорим, но, но, лошадь, но. А немцы как? Готель-готель. Готель-готель. Вот голубя воркует. Воркует, что такое? Бококор, бококор. Вот. Русский мексикан, бам-бокор. Ничего нету. А у него другое слышится. Вот перепелка. Что она кричит? Русские говорят, спать пора, спать пора, спать пора. О-о-о. Я стал беседовать с мексиканцем, а он говорит, нет. А она не так кричит. Она кричит, вот телушка, вот телушка. Да где телушка-то? Какая? А ей, говорит, пообещали, там где-то замуж выйдет, а нельзя. Я обещаю, перепел. И говорит, телушка, вот телушка, вот телушка. Ну и вот. То есть каждому слышится свое. В народе. И мы это воспринимаем и считаем, ну кукарек, еще тут. Кукурис-то кудакшет. Квохщет, которая на сетках. Я теперь разговариваю с бразильцем. Он говорит, нет, она не так. А вот так слышится. Так что, надо учитывать все. Абсолютно все это. Все надо употребить в дело. Как правильно понимать? Как понимал это еврей? Почему они так понимали? Что означает намащивать тело? Что это было за состав? С какой целью? Почему нельзя было пойти раньше? Почему рано спешил? Здесь столько вопросов. Это ты должен все ответить. И когда Ян Затарус это толкует, о путешествии Авраам, он берет, какие были народы, злые, как нападали, как это трудно было своих покинуть, тут гробы отцов, травы, и вдруг куда-то идти. Это понятно? Да. Вот. И поэтому сын человеческий Александр Бень пишет, он все это берет. Геологическая обстановка, погодная, фенология там, рельеф местности, откуда враги нападают. Ничего не написано. Но он смотрит его маршруты. Есть такой Майк Кубут, это Михаил Древесный, как бы, с по-нашему, или лесной фамилия. Он решил пройти путем, которым Александр Македонский. С самого начала. Пошел возле скалы, бредет в костюме, по воде, вот здесь они как перешли. И все данные собрал, и этим путем пошел. Персов там дыню режут, а персов, говорит, и сейчас верят, что у него два рога были. Им пугают детей, матери. Спи, а то придет шайтан Александр, он тебя возьмет. И он прошел в Афганистане, где смута, его путем до Индии, какие люди есть интересные. Вот я его посмотрел раз, да и другой. Ничего это не дает, кроме исторической осведомленности. Но, однако, пройти тем путем, вот здесь у него город такой был, вот здесь город он погубил. То, что бывшие грехи встали на сторону персов. И они его приняли, сейчас хлебом с солью. И он тогда ночью дал указание, если любить весь город, в дребезги, ни одного не оставлять живым. Все. На этом. По славу Божию. Слава Христу. Сегодня у нас позволяет похода, побудьте отдохните где-нибудь, сядьте и откидите. Голову. Отдохните. Так, я буду сейчас отвечать, ухожу. Там, может, у себя нахороваться. Все свети нет, Божье идет. Все бокрые. И отдохните. Голики, вытяните, сидите и заснете. Минут 15-20. Вы знаете, действительно, дрема так напала на меня. А? Дрема на меня такая напала. Ну, ничего. Я говорю, борьба одна. Самая лучшая борьба – это отдохнуть. Потому что для вас это необычно, настолько встать. Все-таки трудновато. Только во время молитвы я вставал, когда вы по витернет пилили. Все. Так, я ухожу. Спасибо.